Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сёстры! Мы продолжаем с вами исследование книги «Священного Писания и Исход» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И с вами снова сегодня я, Солодков Андрей Иванович, преподаватель Николы Перервинской Сретенской семинарии Российского Православного Университета. Мы с вами исследовали в прошлом занятии 38 главу. И сегодня приступаем к 39 главе, где говорится о работе над священными одеждами Арона, ефодом, наперстником, ризой, кидаром. Всё, что сделано было в Скинии, представлено будет Моисею. И то, что касается одежды священнослужителей, мы с вами говорили о том, когда это было показано непосредственно Моисею, теперь говорим о том, как это исполняется. И на что стоит обратить внимание, то, что, может быть, ещё не было замечено в прошлых беседах о одежде. Например, 39 глава, 5 стих сказано, и пояс ефода, который поверх него одинаковый, с ним работы сделан был из золота, из голубой, пурфуровой, червлёной шерсти, скручённого в весонок, как повелел Господь Моисею. Вот что по этому поводу пишет Амброй Семидиоланский. Он видит в этой одежде, которой облекается священнослужитель, видит качество священнослужителя. И все ткани, которые есть в ней так или иначе, призывают священника и призывают народ Божий к подражанию тем необходимым христианским добродетелям, которые видят здесь отец церкви, святитель Амброй Семидиоланский. Вот что он пишет. И в самом деле ефод велено сделать из золота голубой, пурпуровой и дважды окрашенной червлёной шерсти, а также кручённого весона, чтобы показать, каким разнообразием добродетелей должен сиять священник. Ибо в одежде священника ярче всего сверкает золото, чтобы прежде всего блистала в нём премудрость познания. Мы с вами уже говорили как-то о том, что золото именно указывает на премудрость Божию, то есть на познание Божие, на некую чистоту Божию. Итак, так и сказано, чтобы прежде всего блистала в нём премудрость познания, с ним сочетается голубая шерсть, отражающая цвет воздуха, дабы во всём, что он, постигает познанием, не склонялся он к побуждениям низменным. Видите, говорится и о познании, чтобы оно его побуждало, не спускало к низменным каким-то мыслям. Далее пишет, но возвышался до любви к миру небесному, и чтобы по неосторожности не был уловлён похвалами на свой счёт, и не лишился самого познания истины. Интересное замечание, чтобы похвалами не лишился познания истины. Действительно, похвала иногда и нас с вами возводит в состояние некого такого самомнения, и часто, когда нас хвалят, то мы впадаем в состояние некого такого возвышения над другими людьми, думая о том, что вот я теперь не якобы прочие человецы. В книге «При мудрости» Соломона говорится о том, что похвала ослепляет человека и делает его человеком несведущим. Поэтому здесь Амбросик Милландский так и пишет. Далее продолжает. С золотом и голубой шерстью смешивается пурпуровое, как видно для того, чтобы сердце священника надеялось на высшее, им возвещаемое и в самом себе подавляло восстание пороков и давало им отпор, словно облечённое царской властью, чтобы всегда видеть в себе внутреннее возрождение и в своём образе жизни охранять строй небесного царства. И далее продолжает. С золотом же и голубой пурпуровой шерстью сочетается дважды окрашенное червлённое, чтобы перед очами внутреннего судьи все блага добродетелей были украшены любовью, и всё, что блистает перед людьми в очах тайного блюстителя было огнём изнутри идущей любви. А любовь такова, что она одновременно любит Бога и ближнего и блистает, словно бы двойною краской. Конец цитаты. Вот такие видят отцы церкви часто здесь прообразы, которые, снова повторю, когда мы с вами читаем, наверное, многие пробегают быстро глазами. Ну что там, ну понятно, ткань. Ну может быть люди, которые только имеют отношение к пошиву или изготовлению облачения, они как-то внимательно, наверняка, я думаю, что читают все эти указания. А так, обычно мы их пробегаем очень быстро, и тем не менее мы видим, что отцы церкви, внимательно исследуя Писание, предлагают нам для размышления такие удивительные образы, что и в самых облачениях, и в их цвете, и в их тканях, и в двойной пряди они видят любовь к Богу и любовь к ближнему, как об этом пишет свидетель Амбросий Медиаланский. Ещё в 30, да, говорится также здесь в 39 главе о золотых бубенцах, которые должны быть в виде граната по подолу верхней ризы кругом, и вот те вот бубенцы, которые мы с вами видим, которые сейчас на кадилах или на облачениях священнослужителей, они раньше были сделаны именно за образ, брался именно такое растение или такой плод, лучше сказать, как гранат. Почему так? Опять же, отцы церкви не хотели видеть ничего лишнего и во всём видели прообразы, указывающие на Христа и на его церковь, и на её служителей церкви. Григорий Великий пишет, смотрите, он в этом видит единство веры церкви. Цитата. В одежде священника, следуя божественному глазу, с бубенцами соединяются плоды граната. Ведь что иное, обозначаются плодами гранаты, как не единство веры. Ибо как в гранатовом яблоке под одной коркою внутри сохраняется множество зёрен, так и в бесчисленные народы святой церкви покрывают единство веры, хотя между собой заслуги их различны. Конец цитаты. Действительно поражаешься просто мудрости отцов церкви. Казалось бы, что здесь можно увидеть, но они видят, что вот как гранат этот плод, как в нём скрываются вот эти вот ядра, это всё единство церкви. А покрываются они верностью Христовой всеми церквями, всеми церквями устроенными, имеется в виду поместными церквями, которые имеют единство веры и согласия. Поэтому, когда мы с вами слышим в Священном Писании, например, есть такие слова, что у вас, среди вас должны быть разногласия, что объявились среди вас искусственные, ну, на самом деле, говорится о разногласиях, скорее всего, второстепенных. Как обложенный Августин пишет, что в главном должно быть единство, в второстепенном многообразие, как раз разногласия, а во всём любовь. Когда мы с вами молимся за Божественной Литургией, то перед пением символа веры, что нас объединяет в единство веры, мы исповедуем. И священник возглашает так, возлюбим друг друга, да единомысленно исповедуем. И далее мы поём символ веры. Здесь должно быть единомыслие. Здесь не может быть никакого разногласия. Если здесь будет разногласие, то это разногласие будет свидетельствовать об отпадении от единства с Церковью. Поэтому снова-снова будем внимательными к слышанному, как сказано в Священном Писании у апостола Павла в Посланнике Евреям 2 главы. Будем внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. Это предупреждение звучит к нам, потому что нам есть от кого отпадать. Мы все с вами, так или иначе, род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел. То есть, в удел для дела. Господь нас призвал в чудный свой свет. Вот такие интересные, мы ещё можно сделать замечания, помимо того, которое мы видели ранее, когда было Моисею показано, показан образ небесной скинии. То, как это воплощается уже весельилом и его помощниками в устроении скинии Божией Ветхого Завета, который является прообразом Церкви Божией, прообразом Нового Заветного Церкви, её архитектуры, и не только, но и устройству самого человека, устройству его духовной жизни, о которой Господь Иисус Христос и апостол Павел, в частности, замечают, что вы – храм Духа Святого, живущего в вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова